Всем привет! Сегодня я хочу продолжить тему питания, которую мы недавно с вами подняли, и хочу поговорить с вами о такой вещи, как культура питания. Сразу предупреждаю, что это не какие-то сейчас будут научные термины, это сугубо мой опыт, сугубо мое отношение к еде, и я хочу поделиться им с вами, поделиться своими какими-то, возможно, советами, услышать ваше мнение тоже по этому поводу. Поэтому давайте вступим в дискуссию, как-то обговорим этот вопрос, и я подготовила для вас несколько пунктов, которые сейчас хочу с вами обговорить, и давайте уже не терять время и сразу к ним приступать. Первый и, наверное, самый главный пункт культуры питания, это понять еду, которую вы едите. На самом деле у меня уже есть видео, которые говорят конкретно, что можно кушать днем, что можно кушать вечером, общие принципы правильного питания. У меня все это на канале есть, если вы вдруг не видели эти видео, я оставлю их внизу, вы сможете посмотреть. Что касается конкретно понятия еды, то есть если вы в целом понимаете дорогу, по которой вам нужно идти, вы знаете, какие продукты для вас работают, какие не работают, Конечно, очень важно понять общий принцип здорового питания, но когда начинаешь, я это знаю тоже и по себе, когда начинаешь, и когда смотришь, что предлагается кушать на диете, на правильном питании, первое, что приходит в голову, там фу, это же какая-то каша просто без ничего, разве можно так питаться там всю жизнь, это же вообще гадость, это невкусно и так далее и тому подобное. На самом деле нужно пробовать разные варианты, вкусы меняются постоянно, и я это тоже по себе заметила, то, что я любила, вернее, то, что я не любила, там, я не знаю, 5 лет назад, то, что я терпеть даже не могла 5 лет назад, я сейчас с удовольствием ем. И надо обязательно пробовать, есть куча специй, есть куча всяких заправок, есть куча разных штучек, которые адаптируют под ваш вкус, в принципе, любой продукт. Я вот, к примеру, терпеть не могу свеклу, и меня никогда ни дома мама еще не могла заставить ее кушать, ни как бы уже во взрослой жизни я ее никогда не ела. И один раз я попробовала свеклу с чесноком, такой как салатик, и мне очень понравилось, и я аж удивилась. И на основе вот таких вот проб я поняла, что, в принципе, даже ту еду, которую вы не любите, можно адаптировать под себя, и она будет вам нравиться. Вам нужно единственное, что сесть, попробовать вот действительно прочувствовать вкус продуктов, да, вот даже если та же свекла, вот мне не нравится, у нее есть вот этот вот такой вот земляной привкус. И вы должны, как бы, когда едите, вот как будто даже на подсознательном уровне, стараться расщепить этот продукт у себя во рту, и понять, что вам не нравится, и чем это можно замаскировать так, что оно вам начнет нравиться. Этот аспект, конечно, очень сильно завязан на кулинарии, поэтому, если это вообще не ваша тема, то, конечно, здесь будет сложнее, но придется, скорее всего, себя все-таки как-то приучивать для того, чтобы весь спектр продуктов кушать, а не только то, что вы любите, там, сугубо огурцы, и вот вы будете до конца жизни только огурцы есть. Очень широкий спектр есть и овощей, и фруктов, и разных каш, в общем-то, все нужно пробовать, и все нужно адаптировать под себя, для того, чтобы любая диета или правильное питание не надоедало. И первый пункт также очень тесно связан со вторым пунктом, а именно кушать можно абсолютно все, что хочется. Если вы уже определили главный путь, и вы по нему идете, и если вам вдруг захотелось чего-то, даже супер вредного, там, я не знаю, какой-то фастфуд, возьмите и съешьте это, потому что если вы себя загоняете в рамки, и вы говорите себе, нет, это категорически нельзя, рано или поздно вы начнете все больше и больше и больше и больше и больше это хотеть, и у вас будут срывы, и это морально тяжело проходит, и также, соответственно, если у вас будет такой серьезный прям срыв, и вы неделями начнете есть все подряд, то, естественно, вся ваша культура питания, все ваше вообще здоровое питание полетит к чертям. Я считаю, что к еде нужно относиться намного проще, то есть, если у вас нет вот этого морального барьера, что вам что-то нельзя, вам просто-напросто не будет настолько сильно хотеться этого. Если вы знаете, что вы в любой момент сможете есть, сможете съесть пончик, вам не будет его хотеться каждый божий день, там, я не знаю, по 5 пончиков в день, не будет вам этого хотеться. Если вы с утра съели кашу, на второй завтрак вы, там, я не знаю, съели какую-то запеканку творожную, потом вы съели суп, а потом вам захотелось пончик, ну да, вы его съедите, но из-за того, что вы так много уже съели до этого, вам просто не будет хотеться кушать, и вам не будет хотеться, там, 10 пончиков этих съесть. Ну, съедите вы раз в неделю этот пончик, вот, когда вам захотелось, ничего страшного не произойдет. Главное, в целом, не нарушать, там, прям, сильно ваши принципы диеты, или ваши принципы питания, и если где-то что-то куда-то влево-вправо, в общем-то, я считаю, это вполне нормально. Еще один очень важный аспект, это не допускать чувства голода. В целом, чем чаще вы будете кушать, тем меньше вы будете поправляться. Для меня это было вообще таким откровением, наверное, я не верила в это до конца, но я вижу и по себе, и я вижу по окружающим, что те, кто едят реже, те, кто едят даже 3 раза в день, и те, кто едят, там, я не знаю, 2 раза в день, или вообще 1 раз в день, там, полноценный прием пищи, я имею в виду, намного быстрее поправляются. Те люди, которые постоянно что-то жуют и не допускают чувства голода, они вот тонюсенькие просто на самом деле. И я не говорю сейчас, там, постоянно жевать торты, или постоянно жевать, там, фастфуд, ну, понятно, да, все мы здесь разумные люди. Сегодня я говорю о том, что если постоянно что-то поджевывать, то какой-то фрукт, то какой-то овощ, то какой-то там орешек, то какой-то сухофрукт, то какую-то запеканку, то какой-то супчик, то есть вы постоянно, постоянно, постоянно едите, у вас нет чувства голода, и у вас нет такого чувства, что вы сейчас готовы наброситься просто на что-то супер калорийное, супер жирное, и вам кажется, что вы готовы съесть просто огромную миску чего-то, хотя на самом деле для того, чтобы наесться, вам и треть того, что вы думаете, вы хотите съесть, вам вполне будет достаточно, поэтому мой вам совет, никогда не допускайте чувства голода, постоянно имейте под рукой какие-то снеки, если вы постоянно в дороге, можно брать с собой там сухофрукты, орехи, даже те же йогурты, там всякие кефирчики, ряженки, в зависимости от того, что вы любите, это все можно брать с собой, даже вот просто, когда мотаешься по городу, в любой момент это можно где-то в любом магазине купить и просто перекусить и не допускать какого-то супер чувства голода, чтобы прийти домой уставшим и нажраться просто в волю, и следующий пункт как раз об этом и говорит, не переедать, переедание это вообще огромное зло, от этого нужно стараться избавляться, ну всеми просто силами, я знаю, насколько это сложно, у меня тоже очень долго было такое время, что я не могла себя заставить кушать утром, для меня утром прием пищи это самое такое ненавистное занятие, мне было достаточно просто съесть, не знаю, ну какой-то вот такой вот маленький бутербродик, попить чай, все, потом я что-то там тоже закидывала чуть-чуть, чуть-чуть, и на вечер я уже естественно устраивала себе трапезу такую королевскую, я знаю, как это работает, я знаю, что кажется, что по-другому быть не может, потому что все мы занятые люди, у всех какие-то свои дела, у кого-то дети, у кого-то работа, у кого-то еще что-то, но я вас уверяю, если вы придадите этому значению, вы найдете способ, как это включить в ваш рацион, как для этого найти время, старайтесь следить за тем, как вы едите, и как только вы получаете первый сигнал, что вроде бы как бы уже хватит, надо прекращать есть, и здесь я опять плавно перетекаю в следующий пункт, а именно не доедать, это для меня тоже такой пункт, над которым мне еще работать и работать, потому что для меня это психологический момент, я ненавижу переводить еду, я ненавижу оставлять грязные тарелки в холодильнике, вот муж мой с этим пунктом вообще просто идеально, он может оставить три вот таких вот макаронины на тарелке и сказать, все, я наелся, я это не хочу, для меня это просто взрыв мозга, я начинаю беситься, я говорю, ну как, ну тут же три макаронины несчастных лежит, ну доешь уже, а он мне говорит, нет, я не хочу, и меня это всегда выбешивало жутко, но это правильный подход к еде, если вы получаете сигнал от мозга, что уже как бы вы наедете, все, переставайте есть, независимо от того, осталась у вас половина порции, или у вас осталась четвертина порции, или у вас реально там остался один вот такусенький кусочек, который, казалось бы, съел, да и все, и забыл. Если вы будете выполнять все предыдущие рекомендации, у вас не будет какого-то бешеного чувства голода, вы не будете переедать, и скорее всего, вы вовремя будете получать этот сигнал, вот, кстати, попробуйте, это реально работает, вот когда вы садитесь кушать, вы начинаете кушать, и не думайте там, не смотрите, не отвлекайтесь там на сериалы, или на телевизор, или там, не знаю, на беседу, то есть попробуйте сосредоточиться сугубо на еде, обратить на это внимание, и вот вы потихоньку будете кушать, и вот есть такое чувство, сразу как звоночек, что вот все, хватит, вот этого было достаточно, хотя вроде бы как места еще полно, и можно было бы еще что-то подъесть, конечно, возможно, в первое время вы будете какую-то часть еды переводить, ну, вернее, не то, что переводить, не обязательно сразу выбрасывать еду, можно положить там, я не знаю, в холодильник, замотать пленкой, и как бы на следующий раз оставить, съесть, даже если там очень мало, но постепенно-постепенно вы будете знать приблизительно, какая порция вам нужна для того, чтобы идеально наесться и не переесть. Еще один очень важный аспект, как мне кажется, это контроль себя в гостях, где-то в ресторанах, в кафешках, особенно, когда вы приходите не просто посидеть с друзьями, и вы заказываете какое-то блюдо, а когда вы приходите в гости, там, куча еды, или вы идете куда-то там в кафе, к кому-то там, не знаю, к друзьям, например, на какой-то день рождения, и там столы все накрыты, и салаты там, и мясо, и все, что хочешь, и ты это все постепенно накладываешь, накладываешь, накладываешь себе, и вечер идет, вечер длинный, и постоянно, постоянно, постоянно все это докладывается в тарелку, сначала несут салаты, потом несут горячие, потом там несут десерты, в общем-то, вы знаете, как это все работает, мне даже не нужно это вам объяснять. Старайтесь, опять-таки, здесь постоянно контролировать себя, как вы, что вы кладете в тарелку, и что вы кладете себе в рот. Первая рекомендация здесь, никогда не идите в гости, и на вот такие мероприятия голодным, никогда. Старайтесь хотя бы, я не знаю, если вы не успели поесть, вот пока вы туда будете добираться, хотя бы какой-то йогурт выпить, и чуть-чуть приглушить чувство голода. То же самое касается и выпивки, потому что алкоголь и красивая фигура без лишнего веса, это совершенно диаметрально противоположные вещи, то есть, если вы постоянно употребляете алкоголь, 100% вам будет очень сложно похудеть и держать себя вообще в хорошей форме. Я лично для себя нашла выход в красном вине, и красное вино его, ну, в принципе, много сильно не выпьешь. Я вообще человек, который не особо по алкоголю, и мне не важно, с кем я в компании нахожусь, то есть, это люди, которые там любят выпить, или люди, которые абсолютно не пьют, мне, в принципе, все равно. Независимо от того, в какой компании я нахожусь, я могу заказать бокал вина. Да, я буду поддерживать компанию, я буду там что-то попивать, но я никогда не превышу там какого-то, ну, не то что допустимого лимита, ну, какого-то там минимального лимита. Выпить бокал вина красного, это, в принципе, даже как на пользу идет вашим сосудам. Те же французы, те же итальянцы, у них бокал вина с ужином, это вообще обычное дело. Американцы, кстати, тоже очень часто пьют вино. И у французов вообще, по статистике, там какая-то самая низкая численность людей, которые болеют какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну, как бы не факт, что конкретно из-за этого, но в целом, если посмотреть на их культуру питания, то она, наверное, одна из самых таких вот действительно правильных. Поэтому, как бы, в бокале красного вина я ничего такого прям сильно страшного не вижу. Всякое пиво, лучше вообще забыть пиво, и красивая фигура, это вообще диаметрально противоположные вещи. Разные другие напитки, там, коктейли, ну, как бы это все на ваше усмотрение, конечно. Единственное, помните всегда, что чем больше вы употребляете алкоголь, тем хуже в итоге вы сами себе же и делаете. И последний пункт, казалось бы, довольно-таки банальный, но тоже достаточно важный. Это как можно больше сократить употребление сахара и соли. Я такой человек, который не верит, там, прям в полный отказ. Я не верю, что, там, сахар это наша белая смерть, там, не дай бог, какую-то ложечку сахара съешь, все, ты там чуть ли не труп уже на следующий день. На самом деле я люблю в плане питания смотреть более масштабно. Если посмотреть на современные какие-то исследования, то каждый месяц какие-то новые революционные открытия, то это можно, то это нельзя, то какой-то суперфрукт, то суперягода, то вот это делаем, вот это не делаем. Я люблю смотреть более масштабно, да. Давайте посмотрим на наших родителей, давайте посмотрим на наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. У них еда была вот просто элементарная. Сейчас вот в наше время есть столько всего, что мы теряемся как бы в том, что нам можно, что нельзя, что лучше. У них все достаточно просто. И мои все бабушки, дедушки, мама, все ели сахар, ни у кого там каких-то глобальных проблем из-за этого нет. Никто не ел, естественно, сахар ведрами, но в то же время всегда варились варенья, какие-то джемы, всегда сахар кушали там с чаем, там еще с чем-то, какие-то пирожные ели. Никто из-за этого каких-то супер глобальных проблем не поимел. Поэтому я когда сейчас комментарии читаю в стиле, ты что, ты бросила целую столовую ложку сахара на вот такой вот пирог, который там неделю будешь есть. Как это можно назвать вообще правильным питанием? Я вот такой психоз вот честно не поддерживаю. Я считаю, что все должно быть в меру. То есть ну как бы не слишком много и не слишком мало. Что касается соли, то ну понятное дело, соль она как бы ничего хорошего, кроме изменения вкуса, она не делает. Соль и перец это основные как бы два, две специи, которые очень сильно меняют вкус еды. И без них, конечно, еда кажется очень пресной и голой. Но можно себя приучить, чтобы немножко меньше солить. И я, например, раньше солила еду намного больше. Сейчас как бы, в принципе, даже когда я готовлю, другие люди пробуют, они говорят, что ну как бы можно было бы там чуть-чуть больше посолить. А я уже привыкла к этому, мне этого вполне достаточно. И в общем-то я думаю, что если вы будете меньше солить, ваш организм тоже рано или поздно вам скажет спасибо, меньше будет откладываться там каких-то солей в суставах, в ваших костях. В общем-то поэтому я думаю тоже это довольно неплохо. Хотя бы пробовать себя отучить от какого-то большого количества соли и сахара. Ну вот и все, на этом я буду заканчивать это видео. Я надеюсь, что оно было вам полезным. Обязательно пишите в комментариях ваши мысли, ваш опыт. Мне будет безумно интересно это все почитать, как и всем остальным, я уверена. Перед уходом не забудьте поставить мне палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! В чем она будет заключаться, так это в том, что вы будете присылать мне свои фотографии, а я буду делать вам макияж. Я в свою очередь выбрала те средства, о которых действительно хотелось бы с вами поделиться, потому что я достаточно долго уже их использую. И как мне кажется, у меня получается с помощью этих средств поддерживать очень хорошее состояние кожи.